здравствуйте мои дорогие я вас приветствую на своем канале у тети лили в швеции добро пожаловать в швецию и хочу вам сразу продемонстрировать свои новые наряды свою кофточку из нью-йоркера и свои брючки из линдекса вот такая одежка у меня потому что вы меня нигде на улице не встретите мы с вами не увидимся но перед вами наряды свои тоже надо выгулять вот такие вот нарядики смотрите хочу сегодня с вами поговорить на разные темы которые может быть вам интересны хочу с вами поговорить о том что произошло за последние два-три дня а произошло вот что я уже целый год и два месяца почти что веду свой канал у тети лили в швеции но я даже несколько раз меняла название канала то было здравствуйте не здравствуйте я ваша тетя было в гостях у тети лили потом в гостях в гостях у тети лили в швеции и теперь вот на таком но это может быть даже сейчас не окончательный вариант может быть что-то и изменится но дело не в том а дело в том что я выпустила очень большое количество видео и шортов выпускаю чтобы для того чтобы набирать подписчиков чтобы набирать просмотры мы все к этому стремимся все кто заводит каналы как сказать подсознательно к этому стремимся или сознательно и вот что я заметила я выставляла всякие кулинарные рецепты писала разные такие заманивающие заголовки но у меня просмотров было очень мало и подписчики подписываются я же говорю по одному по одному в день по два по три человека в день как жемчужинки собираю вас всегда а последние два дня это у меня я выпустила одно видео которое длилось всего одну минуту и тридцать девять секунд но оно извиняюсь это видео набрало за два дня больше сорока тысячи просмотров это для меня вообще немыслимый рекорд потому что самый мой большой большой видео которое мне принесло почти что 300 подписчиков это было смерга с торта шведский шведский бутербродный торт такой красивый я сделала это было год назад так вот я хочу сказать я выпустила видео всего лишь на одну минуту тридцать девять секунд я не знаю видели ли вы это мои подписчики видели ли это видео но я знаю что она распространилась очень как сказать быстро казахстан украину в россию и люди начали писать писать написать мне комментарии там столько много комментариев и я стараюсь на каждый комментарий поставить свою значит ручкой помогать цветочек подарить каждому человеку кто принял участие а что же так людей возбудило почему они дали такую реакцию и никто не может пройти почти что ни один человек не может пройти мимо эта тема которая идет сейчас казахстане это большой суд над человеком над этим как его зовут куандыка бешенбаев который убил свою жену в результате очень сильных побоев вот это видео я просто комментировала потому что я слежу за этим процессом я почти что все смотрю онлайн я смотрю и теперь знаете я как будто мы даже не только я все живем этим процессом вот этим что случится как как все повернется и куда все это выльется и нам всем это интересно и каждый человек сопереживает сочувствует и хочет выразить свою свое мнение и вот я заметила все блогеры говорят что люди хайпуют на этом я вообще не думала что я буду хайповать это видео которое я выставила два дня стояла на него никто не смотрел там было всего 15 просмотров на моем видео я все равно его выставил потому что это мои чувства это то что я в этот момент почувствовала то я и сказала мои спонтанные спонтанное мое такое выражение моих чувств которые мыслей и вылилось вот в это маленькое коротенькое видео некоторые люди недовольны что она короткая и написали мне ну что это такое 1 минута 39 и вопросительный знак ну развивайте тему потому что люди которые живут в россии и в казахстане они не могут об этом говорить они не могут развивать эту тему и то что я сказала многие пишут мы об этом думаем но вслух сказать не можем а вы это проговорили вслух может быть по тем причинам что я живу далеко оттуда я смогла это сказать и выразить может быть если бы я жила там то конечно был бы совсем другой менталитет другие правила другие законы законы джунгли которые жестоко наказывают тех людей которые высказывают свое мнение а здесь конечно мы можем говорить что угодно и поэтому люди с удовольствием слушают и смотрят всех блогеров которые касаются этой темы и многие как говорят распиарились даже на этом некоторые блогерши которые вели значит make up каналы которые просто на красках покраска людей очень макияж эти девушки но они тоже не глупые у них тоже есть свои чувства и своем личное мнение отношения к этому делу и они высказывают и и у них просмотры прям сотни тысяч просмотров до миллионов доходит и поэтому людям так это интересно и люди смотрят процесс посмотрели и смотрят мнение хотят услышать мнение каждого человека об этом потому что сами они в тех странах не могут высказать и поэтому им это очень интересно и они ко всему к этому относятся как сказать с вниманием и поэтому я тоже вот я не хочу я у меня очень много мыслей да в голове насчет этого процесса просто если я буду это говорить скажут вот она хайпится пиариться на каком-то на человеческом более это не хайп это не пиар это просто мнение то что в душе накипело человек говорит и не надо его за это ругать за мнение человека за мысли потому что мы на каждую мыслью не можем как говорится на каждый роток не накинешь платок также на каждую голову человеческую на каждую мысль мы тоже не можем накинуть платок изобретить себе о чем-то думать хотя вы знаете есть такое ну мне показалось что я не знаю я не заметила или в этот момент или до этого даже мои у меня есть родственники которые живут в казахстане мои кузины именно в этом городе в котором жила эта девочка салтанат который убил ее зверски убил зверски жестоко это чудовищно убийство я это все смотрела эти мои кузины мне кажется даже от меня отписались они всегда присылали мне реакции на мои видео писали комментарии да ну не все ну 1 2 писали а теперь все молчу даже мои кузины как будто бы я думаю может они отписались от меня потому что они боятся я вас понимаю я вас понимаю потому что это страх страх это это как сказать это более всего и вот я вам хочу сказать у салтанат которая выросла в хорошей семье не было страха я думала думала в чем же в чем же ошибка салтанат всеми многие пишут разделилась на два лагеря мнения почему что так сказать почему она не убежала почему она терпела почему она возвращалась многие люди дискутируют со мной спорят вы знаете входят в такой как сказать контакт и спорят со мной имеет даже нравится что люди комментируют спорят доказывают свою точку зрения даже она если она противоположная моей я уважаю все точки зрения и они как задают сами себе вопрос почему же она не ушла почему она сидела возвращалась постоянно я вам скажу после вот этого всего я бы каждый день даже сама по себе youtube выдает мне выдает мне всякие шорты короткие видео где даже показывается семья салтанат и и мама и и папа их отношения в семье какая красивая у салтанат мама это просто что-то необыкновенное такая маленькая женщина такая красавица и папа такой добрый такой большой как большой теплый медведь медвежонок и мне кажется салтанат выросла в такой семье в такой любви в такой доброте хотя вы знаете за стенами своего дома в нашем окружении в школе очень много зла очень много несправедливости которые мы видим но все это нивелировалась в ее семье ее доброй семье в которой она выросла без страха не было страха и каких-то вот знаете вот как говорится ужасов по то же самое вот как и я вот мой папа всегда говорил ты простая а я не простая я просто выросла в доброте вот в этой в любви и когда человек в этом вырастает он как будто знаете он как будто инопланетянин на этом на этой выходит когда на улицу один когда нас выпускают свет когда нас выдают замуж или вот мы идем учиться куда-то уезжаем то мы как слепые котята потому что мы добрые а когда мы оказываемся вот в этой агрессивной среде где надо толкаться локтями где надо же хочешь жить уме вертеться надо крутиться обманывать иногда иногда льстить иногда давать взятки иногда вообще немыслимые когда надо себя оберегать у нее у салтанат не было вот этого чувства самосохранения она была претуплено и она я вот смотрю да вот как он не держит вот там вот первые минуты показывает значит некоторые видео некоторые большие видео разбили на короткие куски и показывает вот он стоит и и держит вот так возле стены вот такая прижала на возле стены он его так прижал и вот что-то ей говорит лицо его так делает трогает что-то ей говорит за волосы его так чуть-чуть трепли да почему он не не проявил агрессию сразу а потому что там видно что люди люди циркулируют ходят дверь дверь вот так выходят заходят выходят и в основном выходили выходили и он не стеснялся этих людей они при этих же людях да они выясняли свои отношения и видно там что салтанат она 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 вот уже изнемогает она к этой стене она не может уже знаете она она не потому что она пьяна это не пьянство потому что до этого она уже получила по голове несколько раз в машине и поэтому а у нее такое состояние она не может себя держать потому что у нее голова кружится у нее все болит а он даже не дает ей присесть видно что она раздевается кладет свою куртку на пол хочет присесть на пол а потом берет эту куртку потом она опять облокачивается к стене постоянно ищет опоры у нее нет опоры а этот человек который назывался ее мужем, это не опора. Ой, я даже не знаю, что это такое. В общем, я хочу сказать о том, я не буду сейчас опять освещать весь этот процесс и говорить о своих мнениях. Вы видите мои мнения? Какие они у меня эмоциональные, да? Но я хочу сказать, что вот это не она, она такая. Девочки, которые вырастают вот в такой любви, даже мальчики, это опасно, потому что немножко надо давать им увидеть жизнь и увидеть агрессию. Вы знаете, я хочу даже сказать про своих внуков. Вот у меня тоже, вот Самуэль, да, Александр и вот мои дети, они растут, вот внуки вот эти, растут в доброй среде, где нету вот этого вот шума, догама. Бывает иногда, мама с папой поругаются, но потом они, как сказать, они потом любят друг друга, дети это видят, что люди потом опять обнимаются, целуются, шутят, смеются, и как будто перерастает это все в шутку. Ну, иногда детям надо давать, показать этот мир, эту агрессию. И когда папа, вот, я раньше всегда возмущалась, когда Самуэля папа, он из Ирака сам, он Куркурт, давно уже 25 лет тоже приехал сюда, но он уже, как сказать, объевропеизированный, но все равно чувствуется вот это вот арабское такое, знаете, вот что такое, вот у них дикое немножко есть. Но с другой стороны, мне сейчас, я поняла, что это нужно для мальчиков, что иногда он его шлепнет, иногда строго ему скажет, иногда его вот так потрясет. Это нужно для того, чтобы ребенок не был только, знаете, как в рафинированном, в рафинированном таком сознании выращен, а надо, чтобы он знал немножко такой кнут, кнут и пряник, чтобы он знал, что есть строгость. Чего я не могу сказать о моих других внуках, которые вот моего сына, да, потому что, вот, например, Альфред, он точно такого же возраста, как Самуэль, ну, и он уже ходит в детский сад, и у него уже есть вот эта вот самозащита. Видно, что он себя защитит, хоть он и маленький, потому что он видел, как мама с папой ссорились, но они, конечно, не дрались, но просто ссорились. И где каждый, и мама отстаивала свои интересы, и папа отстаивал, это, конечно, не приветствуется, но они уже развелись, что делать, это к этому и привело. Ну, лучше вот так развестись, отстоять свои интересы и пускать женщина, я свою сноху ни в чем не обвиняю, пусть она за себя постоит, это очень хорошо, и пусть она уйдет сама, и сама живет, и сама решит. Вот такие ситуации, да, вот, например, некоторые говорят, вот ты осуждаешь этого человека, что он убил там, что это то да сё, она сама виновата, я никого не осуждаю, я просто говорю свои эмоции, что если даже женщина такая, да, гулящая, пьющая, курящая, неработающая, но это не даёт человеку права убить её, уйди, уйди от неё. Ну, видно, что этот человек, Бешимбаев, да, он тоже, у него был какой-то комплекс, хотя он был министром, хотя он был, вот знаете, ну, какой-то комплекс у него был, комплекс, может быть, где-то неполноценности. Вот видно, что мама там такая властная женщина, и говорят там, некоторые пишут, что вот, наверное, её папа бил при них маму, да там такую маму не побьёшь, там, наверное, мама там так строго всех по линеечке держала, и поэтому у него уже такое, как сказать, отношение к женщинам поменялось. Когда сильная мать, мальчики вырастают совсем другими, чем когда мать слабая. Лучше, когда мать слабенькая, и когда мальчики хотят помочь своей матери. В общем, у меня в голове такой сумбур сейчас, да, я могу вам что угодно наговорить, это видео снимаю без остановки, без всяких дублей. В общем, хочу вам сказать, я выражаю своё мнение, мои хорошие, мои дорогие, я никого не осуждаю. Это Бог осудит тех, кого надо. Как говорится, всё в руках Божьих. И этот Бешимбаев в руках Божьих. Может быть, он и на самом деле не хотел убивать, но у него было непонимание, что он делает. Он хотел добиться, как сказать, если у него был какой-то комплекс, что он хотел как признание, то он хотел, чтобы она его признала и сказала, да, я тебя люблю. Ну, вторая жена была хитрая, и она вот таким алдак-салдак, его, значит, как сказать, от него убежала, сказала, я тебя недостойна. А вот эта девочка, выросшая в таких благоухающих садах, в такой обстановке, в такой оранжереи, она не чувствовала опасности. Опасность она почувствовала уже, когда она ему сказала, она уже поняла, что она не жилец или будет инвалидом, она ему сказала, тебя посадят за это на 10 лет. Вот тогда только она почувствовала опасность. Это было уже поздно. Понимаете, ее маленькое хрупкое тело уже не вынесло вот этих побоев. В общем, хочу вам, вас поблагодарить, тех, кто на меня подписался. И благодаря вот этому видео на меня подписалось какое-то количество человек. Я хочу вам сказать, приходите на мой канал, подписывайтесь на меня. Даже если тетя Лиля говорит свои сумбурные, несуразные мысли, то их тоже кто-то хочет слышать. И поэтому я их и говорю, и озвучиваю. И всех приглашаю подписаться на меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!